Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня парфюмерная тема. Расскажу в ней о моем новом приобретении, точнее подарке, который я получила за свое участие в игре «Восьмое чувство». Речь пойдет о потрясающем, абсолютно шедевральном парфюме, от «Убеган Калькофлёр Клёр Роджиналь». Почему так восторженно говорю об этом? Дело в том, что я очень много читала об этом парфюме и мечтала его приобрести, но как-то в «Дьюти Фри» ни разу он мне не попался. А даже была в «Гуме» и в «Гуме» не нашла в галерее. В общем, как-то потом просто забыла о нем. И вот теперь, когда я приняла участие в этой игре «Восьмое чувство», компания «Рандеву» начислила мне премиальные бонусы. И поскольку я увидела, что в «Рандеву» на сайте есть этот парфюм, то, не задумываясь, я себе решила его приобрести за начисленные мне бонусы. Дорогие сотрудники «Рандеву», спасибо вам большое. Это очень приятно. Мало того, что приятно принимать участие в такой игре, но и приятно, естественно, получать бонусы за своё участие. Итак, у «Беган». Могу смело сказать, что вряд ли у большинства подписчиц есть этот парфюм в коллекции. Потому что, ну вот он, оказывается, достаточно редкий. Редкий, а ещё и потому, что, наверное, его не выпускают так массово, как другие люксовые ароматы. Вот, сейчас, секунду. Вот такой замечательный флакон. Как всегда, любимое мной матовое стекло. Итак, у «Беган». Компания была создана в 1775 году. Вы понимаете, что прошло уже не много, не мало 4 века, а у «Беган» по-прежнему выпускает свои парфюмы. Парфюмы от «Беган» приобретались всеми царствующими, королевствующими особами, в том числе «Бонапартом», который даже в своих походах обязательно имел при себе парфюмы от «Беган». Мы хорошо знаем, ну не то, что знаем, а читали, что парфюмы были изобретены во Франции в связи с тем, что царило вокруг зловонье, и для того, чтобы, ну, хоть как-то освежить, придать более приятное впечатление о человеке, о даме в частности, то начали создавать духи. И тогда это были, естественно, солифлоры, то есть один какой-то цветок, либо это роза, либо это сирень, либо это ландыш, либо это жасмин. И в числе покупателей были и Мария Антуанетта, которую после казни, обнаруживая у неё в корсете, три флакона парфюма от «Беган». Представляете? Королева Виктория, даже Александр II приобретал «Беган», вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и её сестра родная тоже пользовались в «Беган». Я прочитала, что весной 1815 года Наполеон находился в Париже всего три месяца. В историю этот период вошёл под названием «Сто дней». И за это короткое время Наполеону удалось собрать армию и успеть купить покупки в «Беган». Многие читали, наверное, что эти духи принцесса Диана использовала на своей свадьбе с принцем Чарльзом. И, в общем, в нарушении традиции, что все особица королевского двора использовали только английские парфюмы, вот принцесса Диана воспользовалась парфюмом от «Беган». Итак, «Келько флёр эль оригиналь». Дословно это переводится как «Несколько цветов», потому что, ну, по-французски букет это и будет букет, а тут именно несколько цветов. Я когда открыла этот парфюм, я когда нанесла его, то сказала, всё, это единственный парфюм, наверное, вот из той серии, что какие любимые парфюмы вы с собой возьмёте, вот если вдруг настанут такие обстоятельства, то, естественно, я бы оставила только этот «Келько флёр». Этот парфюм был изобретён в 1912 году, и создателем стал Бьенаме – парфюмер, который представил эти духи именно в виде букета. Выделить какую-либо ноту просто невозможно. Это вот действительно гармоничная абсолютно композиция. она настолько захватывает, что хочется постоянно ощущать этот аромат рядом с собой, на себе, в конце концов. Я посмотрела, что эти духи выпускались и выпускаются с того времени постоянно, и они являются, естественно, любимыми у очень многих людей. И это первая в мире цветочно-букетная композиция. Первая в мире. И этот парфюм считается очень женственным, пожалуй, самым женственным из всех парфюмов, которые существуют. Как я говорю, дай бог, не буду называть парфюмеров, которые создают сегодняшнюю нишу, селективные парфюмы, чтобы их парфюмы больше ста лет выпускались. Композиция практически не пересматривалась, не изменялась, за исключением только тех ингредиентов, которые, ну, в силу закона, я об этом уже не раз говорила, были запрещены. Но этот парфюм по-прежнему пахнет собой. Я посмотрела несколько блогеров, видео у блогеров. Не могу сказать, что они в сильном восторге. Одна блогер вообще сказала, что это английский парфюм. И поэтому мой призыв к блогерам, прежде чем представлять парфюм, рекомендовать его, ну, хотя бы загляните в интернет, посмотрите, чье это производство. И то, что на коробочке написано, что произведено в Англии, это не значит, что это английский парфюм. Так, давайте посмотрим, что Бенеме включил в этот парфюм. Зелёные ноты. Цветок апельсина, тархун, бергамот, цитрусы и лимон, сирень, жасмин, ландыш, гвоздика, роза, тубероза, иланг-иланг, фиалка, гелиотроп, ирис, корень ириса, орхидея. И в базовых нотах дубовый мох, мёд, цебетин, мускус, сандал, амбра, ваниль и бобы тонко. Вот из этого букета мы можем понять, есть немножечко сладость, есть немножечко горечь, есть немножечко вот эта свежесть за счёт апельсина, бергамота и тархуна. А цитрусы вообще как бы вначале дают вот эту свежинку такую. Что могу сказать по поводу этого парфюма? Безусловно, это золотой стандарт. Я не знаю, есть ли ещё парфюмы из тех, которые прежде я приобретала, чтобы они вот так моментально просто разрывали твои чувства. Это такая прелесть. Это такое очарование. Вот уж действительно шедевр. И я хотела бы сказать ещё вот о чём. А стойкость у него, ну, где-то порядка четырёх-пяти часов. Про шлейф ничего не могу сказать, потому что сижу уже три недели дома, никуда не выхожу. Поэтому про шлейфить, в кавычках, ну, если только пройдёшь по квартире. Но аромат очень долго остаётся на одежде. И в силу того, что я взяла туалетную воду, кажется, так? А, вот и парфюм. Парфюмерную воду, хотела сказать, туалетная вода очень долго стойкость держит. Вот те, кто любят цветочные ароматы, очень рекомендую познакомиться с этим парфюмом. И просто иметь его в своей коллекции, безусловно, это такое наслаждение, это такая радость. Ещё раз повторюсь, эта композиция со времён издания практически не перебиралась никогда. Поэтому можно не сомневаться, как в то время, как это правильно сказать, пахли дамы. С этой композицией связано очень многое. Дело в том, что она была рассчитана так, что даже несколько капель на веере могли позволить вот этому аромату, так сказать, облагородить окружающее пространство. Итак, Квелька Флёр Льорижиналь А Убеган На сайте Рандеву этот парфюм есть, и я очень рада, потому что я ещё раз посмотрела, сошла в другие интернет-магазины, нигде Убеган нет. Дорогие мои, спасибо большое, что вы были со мной, что выслушали меня. Ещё раз хочу сказать, может быть, не стоит гоняться за современными, я не буду огорчать людей компотными парфюмами, а приобрести в свою коллекцию то, что имеет такую колоссальную историю. Всё-таки больше ста лет вряд ли кто-то может похвалиться ещё таким, ну, кроме известных, соответственно, нам домов. Всего вам самого доброго, я желаю всем здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что. Благодарю, желаю всем наступающим году всего самого-самого доброго. С уважением, ваша Светлана. Пока-пока, до новых встреч.